МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Осторожно, каникулы!" ВЫСТРЕЛЫ КРИКИ -"Дети развлекаются, родители платят". От ста рублей до нескольких миллионов! ВЫСТРЕЛЫ Летние каникулы могут влететь в копеечку. Как сохранить семейный бюджет и не стать фигурантом уголовного дела? В сюжете Анастасия Скрябиной. ВЫСТРЕЛЫ Два года колонии сыну, полтора миллиона рублей с родителей. Это итог ночной поездки их несовершеннолетнего отпрыска. Юнец тащил ключи от отцовской Шкоды и насмерть сбил пешехода на зебре. Маму с папой осудили за передачу управления, не имеющему на это прав. Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления в возрасте до 16 лет на срок не свыше 6 лет. Этой же категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также остальным несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше 10 лет и отбывается в воспитательных колониях. Родители таких детей на камеру не общаются, стыдно, ведь в помещениях с другими камерами бывать приходится куда чаще. Ходят на свидания и носят передачки своим осужденным детям. Три года пришлось отсидеть в воспитательной колонии подростку из Чувашии за то, что сел за руль без прав и устроил смертельную аварию. При выявлении грубых нарушений со стороны несовершеннолетних к месту происшествия всегда приглашаются их законные представители. В их присутствии составляются необходимые административные материалы, которые впоследствии для рассмотрения направляются в комиссии по делам несовершеннолетних. Затем полиция передает такие данные в школы и отделы социальной защиты. С таким клеймом берут даже не во все ПТУ и уж тем более на приличную работу. Штраф можно получить даже за ночную прогулку. Летом после 23 часов детям гулять нельзя, родители оштрафуют. А если инспекторы поймают ребенка на мопеде, мотоцикле, машине, проступок знатно уменьшит семейные накопления. В ситуации, когда подросток, например, без разрешения взрослых взял ключи от автомобиля, сел за руль и совершил ДТП, его родители или законные представители не подлежат ответственности по статье «Оставление в опасности». Впрочем, это не исключает возможности привлечения их по другим составам уголовного или административного законодательства. 30 тысяч рублей – это еще мизерная трата за беспечные покатушки отпрысков. Иногда к административным статьям добавляют и уголовные. И не детям, родителям. По статье 125 УК РФ усматривается в случае, когда речь идет о передаче права управления транспортным средством. Именно из-за «Оставление в опасности» сейчас рассматривают дело госпожи Шихамировой. Она болтала по телефону, когда ее детей переехал мусоровоз. Одна дочка погибла. Почти 300 тысяч рублей пришлось выложить родителям несовершеннолетнего Андрея из Подмосковья. На мопеде он протаранил машину. Никто не пострадал. Но поскольку с юнца не спросишь, еще не работают, раскошелиться пришлось и матери, и отцу. А брянские родители обеднили на 60 тысяч рублей, потому что сами же подарили детям двухколесную технику. Маме 10-летнего мальчика из Бурятии было и обидно, и стыдно. Сын угнал машину, а потом еще и удирал от инспекторов. Семья теперь состоит на учете за плохое воспитание чада. Полная материальная ответственность за ребенка до 14 лет на родителях. А дальше сами. Если есть собственное имущество, его арестуют. Если есть собственные деньги на карте, спишут. Если ни того, ни другого нет, взыщутся счетов отца и матери. А детские шалости обходятся дорого. Лучше один раз поговорить с ребенком, чем всю жизнь расплачиваться за его беспечные нарушения. Каникулы уже начались.